В этом году новые иномарки в России могут подорожать на 20-40%, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников автомобильного рынка. Согласно прогнозам автодилеров и экспертов, большая часть продаж новых автомобилей будет приходиться на китайские бренды, а вот существенный рост цен ожидается на востребованные корейские машины. Также «Известия» отмечает, что в дефиците будут автомобили бюджетного сегмента, а средняя цена новой иномарки уже в начале года может достичь 3 миллиона рублей. Обсудим с Никитой Небылицким, автоэкспертом, который прямо сейчас к нам присоединяется. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. С чем вы связываете рост цен на автомобиле? Помимо, наверное, очевидных причин, которые приходят в голову, все-таки мы видели санкционное давление на протяжении двух лет. Как можно объяснить, что происходит именно сейчас? Слушайте, тут все же очень просто. Во-первых, как ни крути, а в течение года достаточно существенно изменился курс. А иномарки их за рубли продавать не хотят. Их продают либо за доллары, либо за евро, либо за юань, что в общем то же самое, потому что юань привязан к долларам и к евро. И чудес не бывает на свете. Это первое. Второе, ввели утильсбор, который сильнее всего повлиял как раз на машины, которые наиболее дешевые. Потому что когда утильсбор прибавили к, я не знаю, рейдж-роверу новому, то в общем он, конечно, дороже стал, но не принципиально. А когда утильсбор прибавили к Deo Matisse, то Deo Matisse стал сильно дороже. Это два. Ну и в-третьих, те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения. И есть спрос на этом рынке. Потому что все-таки с того момента, как продажи автомобилей в России упали, а произошло-то это на самом деле во время пандемии еще, машины стареют, они новее не становятся. Время идет, машины становятся все старше и старше. Людям становится сложно на них ездить, потому что проблема с запасными частями. И, соответственно, спрос на машины, ну как ни крути, он будет. Все-таки 146 миллионов населения страны. В стране, в общем, достаточно нехорошо с общественным транспортом. Без машины тяжело, и поэтому как бы спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машину, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже. Безусловно, что... А вот есть прогноз на этот счет. Наверное, важный вопрос для наших зрителей. Вот уже наблюдаются тенденции, насколько серьезно подорожает автомобиль. Ну, это сложно сказать. Вообще, прогноз дело неблагодарное, но разговоры 20-40%. Ну, 40% я не думаю, что прямо уж так 40%. Опять же, если не изменится курс. Потому что мы же с вами понимаем, что курс это такая штука. Он может взять и стать там не 95 рублей, а 91 рубль за доллар, как сейчас. А, например, 120. Тогда машины, естественно, очень сильно подорожают. Ну вот, но если думать, что курс будет вот такой, как он сейчас, то в этом случае, я думаю, что процентов на 20-25 в среднем машины, конечно, подорожают. Потому что вымоются те запасы тех машин, которые были оплачены еще летом. Вымоются те машины, которые есть на складах. Это постепенный процесс. Потом, понимаете, ведь если раньше автомобили иностранные нормальные были массовым сегментом относительно, то сейчас-то, в общем, основная часть рынка – это китайские машины. А люди покупают нормальные иномарки только в том случае, если уверены, что смогут, во-первых, их оплатить, а во-вторых, их обслуживать. И спрос на них очень сильно упал. То есть количество проданных нормальных автомобилей в стране сокращается. Количество проданных китайских автомобилей, они, наоборот, растет. Вот. Через какое-то время все, конечно, упрутся в качество китайцев. Потому что модный сейчас нонча разговор о том, что китайцы тоже научились. Не особо они научились. Я сталкивался и с разобранными китайскими машинами. Видел, как это все сделано. В общем, это все, мягко говоря, не совсем то, к чему мы привыкли. И начнут с этим проблемы. Потому что люди начнут выбирать те машины, которые не рассыпаются со временем. Ну, потому что кому хочется купить машину, чтобы она развалилась. Да, то есть надо Маргарите Симонян, наверное, это передать, который очень активно хвастался недавно на российском телевидении, что заменило прекрасно, значит, все свои западные Мерседесы китайскими автомобилями. Да. Только что-то как-то Тигран продолжает ездить на Мерседесе. Я не знаю, может быть, у него китайский Мерседес, специально для него изготовленный Си Цзиньпином. Я не знаю. Вот. А заменили они? Я так думаю, что они заменили служебные машины на китайские. Ну, наверное, да, потому что, ну, если раньше можно было пойти и купить Камри, который собирался под Питером, то теперь что, Камри не купишь. Вместо Камри надо какой-нибудь с непроизносимым названием что-то покупать. Ну, и как бы и мучиться с этим. Но, то есть, безусловно, что-то подорожание будет. Более того, я думаю, что оно и дальше будет происходить, потому что, ведь, знаете, мир-то захватили бюрократы. Причем они захватили не только Россию, они весь же мир захватили. И вот эта вот дурацкая борьба с двигательным внутренним сгоранием и сгоранием и усиленное пересаживание людей сначала на гибриды, а потом на электрические автомобили, она же к них до обратно не доводит. Потому что чудес не бывает на свете, и это же денег стоит. Поэтому машины же дорожают не только в России, они и вне России тоже дорожают. Это тоже проблема. Так что вот. А почему именно корейские автомобили тоже растут в стене? Потому что их, кажется, ну, как бы считают более качественным, чем китайские аналоги? Больше, что ли, доверяют? Как-то привыкли? Более качественные, чем китайские аналоги. Несравнимо более качественные. Ну, смотри, китайцы же... Ну, вот смотрите, есть компания BID, да, которая героически отчитала, что она преодолела планку. Теперь она самая продаваемая электрическая машина, а не Tesla. Но это же как, если смотреть со стороны, ну, по цифрам вроде да. А если присматриваешься внимательно, то выясняется, что, ну, во-первых, BID торгует автомобилями гибридными в основном, а не электрическими в чистом виде. Это раз. Во-вторых, одна из самых продаваемых машин BID называется BIDSON, которая, ну, нечто вроде Deo Matisse, да, такая маленькая. Она электрическая в чистом виде, электрическая. Но она аналог не автомобиля, а скорее мопеда электрического для доставки, который в Китае довольно активно используется. И так вроде внешне в цифрах, ну, вроде BID много продает. А вот если в деньгах посмотреть, то выясняется, что выручка BID там кратно меньше, чем у Tesla. Количество проданных чистых электрических автомобилей кратно меньше, чем у Tesla. А по цифрам вроде как, ну, как, вот BID преодолел Tesla, 1,8 млн продал там автомобили. Вернее, в годовом выражении еще не преодолел, но вот за четвертый квартал. За четвертый квартал BID продал больше автомобилей электрических, чем Tesla. Только они не электрические. То же самое с аналогами корейских машин. Они как бы не совсем аналоги. Они по размеру аналоги. И экранчики внутри такие же, как у корейских машин. А по технической части они, мягко говоря, совсем не аналоги. Спасибо. Будем наблюдать за тем, как изменится дальше рынок автомобилей в России.